Дима, в Гугунге без основного подкаста Шахзот отрепти и университет Влад Я сам с Украины, я в Украине Ты прям диджей? Диджей и менеджеры, да, турменеджер С таксовой флешкой, можешь переключать? Шахзот с Гзаула, гражданство, как он? У тебя есть машина? Аудиотаторы А5 Такой вопрос, за сколько машин Гугел? А у него какая машина? Две ноги, две ноги Моя машина, его машина Правое кресло, вот сколько хочешь сиди И сколько хочешь, блин Ладно, такой вопрос, как в школе тебя встретили На узбекском что-то знаешь? Только плохие слова Товарищ научил только плохими пользоваться Почему так, бля? Ты кто такой вообще? Бритча блогерлигды Бошлаган по этому узбекский YouTube Блогерли Йогады А ты как открыть свой первый бизнес? Перестань этим заниматься, тебе не принесет денег Ну у меня не получается, вот ничего не макирит Сызге малым кеме, джудеем көпсаюхаткалам Ва сызге турли шахарла хағыда капр берема Көпинча менің маршрутларым Расия бөле бөтады Ва бу базы кенчіліклеріні келдіріп чыкарады Чүнкі мен өзім өзбексондамма Масалан зүділік білен карындашларымызге Йоги дүсларымызге пул өткізмокчы бөганымді Мен катта камеңсет улашты хокламайма Бүнде холатта Тинков Блэк дүбитовый картасы мене катта юрдан берады Сыз телефон ракамы бөліце Расиядан өзбексонга Брзунда пул өткізмаларны бепуламалга ошырышынгыз мөкін Өткізмані Тинков ілова сада бірнештет тугманы босы шорғалі Жонатчыңыз мөкін Сыз шу онда өк, пулі нөлі өліце Нече сөм өлішіні көрәз Пулар шу онда өк, бұрзунда картага түшәді Четел фуқаролары, яні біз, картаны бе пул өткізміз мөкін Аписаняда гі сылқыгығы отып, Аризані төлдірейн Ва сэзгэ картаны буту Расия бэйлэ бэйпул етхэзбэрэшэдэ. Картаны чэтэлэг фухаролар расмэйлээшдэрэлээ. Аммо карта факат кинэ РФ худуды да етхэзбэрэлээдэ. Якэлларынгэз учун Кошимчэ картаны расмэйлээшдэрэйн. Ва хсоптан буту ойлээнгэзбэлэн бэргэлэгдээ фойдалэнэ. Аписаньадагы сылка орхалы өтэйн. Тинков Блэг дюбэйтэйлэг картаны расмэйлээшдэрэйн. Ва унэйн үстэнлэгэлээдэн фойдалэнэ. Слаблан Рахмур үстэмэнээсээ видео ндовмэтэмэз. Ага, спасибо большое. Бэйшонный режим? Да. Начали да? Да, конечно. Я тоже. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всем добрый добрый вечер. Ха-ха-ха-ха. Мы вады вас приветствовать на этом булькасном канале. Ха-ха-ха-ха-ха. А слабо весь подкаст вот так разговаривает? Ха-ха-ха-ха-ха. Все, начали. Не, ну тогда... Амагасаламу алейкум. Слаблама Рахмур үстэм. Дэмайк, бүгін ена подкаст. Дэмайк, бүгінге бүзде основной подкастан маузуемыз. Х десяти жылем бүрін үстэм, бүгінг бүліт жылем, бүгін signed жылем. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Из всего, что ты сказал, я понял. Салам алейкум, Влад. Это уже хорошо. Здорово заебало. Кстати, смотри. На узбеке что-то знаешь? Только плохие слова. Товарищ научил только плохими пользоваться. Почему так? Плохие лучше запоминается. Любой язык. Плохие какие? Можешь парус? Я думаю, лучше не нужно. Да мы запикаем. Да, пусть хотя бы ребята оценят. Братан, не стесняйся. Этот какого там? Научил бы. Или этот какого? Ну ладно, не слушайте меня. Плохие слова не нужны. Давайте познакомимся. С кого начнем? Шазо. У нас будет немножко на русском, немножко на узбекском, короче. Да, Али нам эти титры даст потом мне. Я потом пересмотрю, почитаю. Да, сейчас вот. У нас сейчас получается не подкаст, а какой-то вечерний Ургент. Вечерний ракон. Меня зовут Шавлот, мне 22 года. Ургент. Где родился? Родился в Таджикистане, в городе Руджант. Национальность? Узбек? Узбек. Утайзам узбеку, унальзам? Утамам, унамам узбек. Начинали. Береги хачонки гэнсла, россия гэр? Россия гэр? Они сначала вместе уехали. Им что? Заработки. А, просто культом же? Да, конечно. За лучшую жизнь. У меня-то на тот момент там мама работала учительницей русской литературы. Папа занимался своими делами, то есть он тоже ездил в Россию на заработки. И в 2006 году они вместе решили уехать. Вы остались? Да, да. Мы три брата остались у бабушки. Ага. Кенчи? Ну, через год уже они вернулись, забрали Макса. Ага. И уже в 2008... А, и в 2008. Ну, мы очень Макса. Если у этого, то так указали. Максу. Максу и сейчас вот. Вот каракам самый старший. У Макса уважительная причина была. Я не знаю, насколько корректно об этом говорить. Но я думаю, это не секрет. Операция. Операция. Здоровье поправлять. Ага. Операция на глазу была. Вот поэтому родители забрали его в первую очередь. Потому что все-таки в России медицина намного выше. И более квалифицированные врачи. Ага. Вот. По этой причине забрали Максу. И то ли операция была? Да, да. И как? Успешно? Частично. Ну, не оправдало ожидание, я думаю. И можно сказать, что это не оправдало ожидание. Ага. Да. Потому что врачебные ошибки, я так понимаю. Ну, я прям сугубо... Ну, честно, как было по факту, я точно не знаю. Но по разговорам и по каким-то историям, которые я услышал, что, я так понимаю, врачебные ошибки, там, когда он был еще маленький, когда у него были первые операции, ну, уже отпортили сильное здоровье. Да. У него все отлично. Да, да. Семья... Макс, это не важно. Да. Да. Понятно. Кейнс, как он говорит? Я через год уже приехал. Ничего, что он говорит? Да. Только, что он говорит. В школу пошел. В третьей классе. Да. Может, оттелься, да? Нет, я и так там два класса в русской школе учился. В русской классе. Понимал. Да, да. Ну, и у нас, мне кажется, с детства все еще до школы уже как-то знали русский язык. Потому что, ну, мама учительница русской литературы. Ладно, такой вопрос. Да. Как в школе тебя встретили? Валерийский, 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 Валерийский. Давай с дарцей. Да. Давай с дарцей начнем. Приехать-то ты приехал, а как тебя встретили. Черненький. Не, ну, слушай, меня встретили. Это в целом нормально. У меня в каких-то жести не было. Ну, да, были какие-то встречи с кем-то там подерешься. Там был у меня одноклассник Серега. Вот. Я первый человек, с которым вот какой-то конфликт был, подарался. Ну, он такой был, знаешь, драчун, все время там кого-то задевал. Вот. А из-за того, что я уже, ну, знал русский язык, уже общался. И плюс я учился на хорошей оценке. У меня вообще никогда не было никаких проблем в школе. Хорошо учился, да? Да. В каком школе был? Мы, кстати, в одной школе учились. А, серьезно? Да, был такой случай. А вы, кстати, ровесники или нет? Нет, меня нет. Нет, меня нет. Класс. Познакомим тебя. Давай с тобой тоже познакомимся. Я Влад, я Влад. Всем привет. Я диджей, музыкант. Выступаю с группой, группа Раса, думаю, все знают. Да. И тех пчеловек, да. И тех пчеловек, да. Вот с того раза, вначале, я говорю, чем ты. Ты прям диджей? Диджей и менеджеры, да, турменеджеры. Серьезно? Да. Ну, то есть, если мы выезжаем на гастроли, помимо того, что я диджей, я выполняю еще менеджерские обязанности. Ну, типа, чтобы все по райдеру было, чтобы все по райдеру самолеты хорошие были, отели хорошие, машины. Ну, в общем, все условия для артиста, чтобы ему было комфортно. Есть ли не секрет? Один такой поездка сколько стоит? Для каждого города разная цена. Ну, например, вот Дубай. Допустим, на Дубай, естественно, там по-любому заплатят хорошо. Ну, сколько примерно? Ну, миллионы, от миллиона может. Может от 700 тысяч. Ну, типа, все зависит от куда и какое мероприятие. Если, допустим, корпоративы, они дороже стоят. Если, допустим, городские мероприятия, ну, тоже дорого. Там вот миллион, от миллион пятьсот стоит у всех артистов. Если клубные или какие-то организованные типа вечеринки, там уже чуть другие цены. Ну, поменьше. Ну, как стал дидей? Я же по-любому какую-то историю. История на самом деле. Можно вот целый час рассказывать. Коротко, да? Как стал? Как к этому пришел? Ну, блин, вообще, как бы, я с детских вечеринок, конечно, с школьных. Ага. Ну, проводили в школе вечеринки. Это понравилось. Потом пошел в клуб работать. В киндер-пати, так сказать. Ну, детские вечеринки. Там иногда подыгрывал. Там вроде шестнадцать стукнуло. И начал в охране работать. Начинал вообще с охраны. И однажды, да, и увлекался, помимо того, что это, музыкой. И получилось так, что один раз, ну, все знают, что я увлекаюсь. И один раз не вышел диджик, короче, работать. И говорит, Влад, ты что, типа, что умеешь выйти там, сыграть, чтобы... Вставь свою флешку и можешь переключать музыку, да? Я это сделал очень круто, типа, и... Всем понравилось. Да. И уволили того чувака и оставили меня. С этого образа и началось, ну, как бы, типа, мое восхождение. Вот. Сейчас музыку сам пишешь, да? Не, музыку не пишу, музыку не пишу. Я, как исполнитель, просто прикольно свожу, нахожу хороший материал. Ну, типа... Можно я... Участвую в работах, так сказать, наших проектов, некоторых. Там некоторые слова могу написать. Ну, пару строчек записаны у моих этих. Вот так нет. Раньше писал, не заходило. Больше нравится, как диджей. Как... Может, еще не поздно, но, может быть, начну это делать. Ну, нету к этому какого-то... Давайте вот твоего вдохновения. Как вы познакомились вообще? Ну, у нас все так же, Максим. Мы познакомились, знаешь, я это точно знаю, потому что это такой... Тяжелый год, который вот меня познакомил с Владом. Я помню, в 2012 году я его первый раз увидел в школе, в Андреевской школе. Мы тогда переехали в другой район, там, то есть, в другую часть города. Ну, и, соответственно, надо было идти в другую школу. Ну, плюс, Макс там 10-11 класс, его родители перевели в другую школу. Ну, я тоже за компанию. Ну, и что, я в пятом классе. Вот тогда я познакомился с ним. То есть, он к нам приходил домой, там, с Максом после учебы, там, Xbox приносил, еще что-то. В школе там виделись, какие-то тусовки были в школе, там, тоже на переменах, я помню, там, просто музыка включается, какая-то там, все начинают танцевать, там, он выходит там, в середину начинает нишный брейк танцевать. Что происходит? Да, 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 да. Бывает, там, на диджейку залезает и начинает там нижний брейк устраивать, просто, и все такие, да. Так и начали дружить. Сколько лет долго дружить? Ну, мы тогда не начали дружить вообще. Да, нет? Нет, нет. Мы познакомились просто заочно. Я тогда просто с его братом общался. Ты с кем? Нет, с Максимом. То есть, первым, с кем я познакомился. Ему, кстати, в школе не подрались, наше первое знакомство было. Серьезно? Да. Потом познакомился уже где-то через... Пару месяцев, наверное. Через годик где-то, может, полгода познакомился с Кириллом, с Киром. Вот, Кир, Кир. Да. Извините. А потом уже где-то через год, через два, потом уже и шахт подключился. Ну, как бы, мы с ним тоже точно общались, так и он был... Я был просто младшим братом, понимаешь, да. Я был совсем маленький. И потом резко, резко как-то эта грань стерлась, и он стал взрослый. Он просто моментально... Как это произошло? Он был просто пацанчиком, мальчиком, и такой раз, он уже мужчина, вот, толковые вещи какие-то толкает. Можешь пройти где-то проебался, где свернул туда, где он так успел быстро прыгнуть. Да, получается то, что он сначала дружил с Максом, и потом, соответственно, они начали сутки ремочаться, дружить, а я все это время был вне тусовки, я был совсем маленький. Всегда, когда еще, Макс же тоже диджеем работал, то есть у вас тоже не вносит ли два диджея. Макс уезжал на тусовки, я знаю, что он езжал на тусовки, я вижу, что он уже волосы свои лакирует уже 15 минут, он точно собрался на тусовку. А без тебя, да? А мне лет 16-17, а меня не пустят, если я сам пойду. Я говорю, ну возьми меня, пожалуйста, ну возьми. Ну я же, ну я же ничего... Он ждал Макс, чтобы он повзрослел и передать его на воспитание. Так и получилось. Да, знаешь, ну это просто юморочек такой скромный. Ну типа я с Максом проходил все клубы, ну типа с ним протусовался, потом с Кирюхой какое-то время тусовался. Ну типа прям отдельное время было. И сейчас пришло время за самого мальчего. Знаешь, у меня перед этим... И с кем пока его? Дядьки, 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 вот дядька, научи их жизни, покажи мне жизнь. А он что показывает тебе? Я примерно знаю? Да ничего. Да мы просто тусуемся и все. Нет, ну с возрастом, с возрастом, мне кажется, просто Макс живет на два города, Тверь, Москва. Не всегда бывает здесь, только по выходным. Уткир работает, уже семья, дети также. А мы еще молодые. И не женаты, да? Да. И у нас нет вот такой ответственности, да, как учеба, как уже семья. Поэтому мы можем побольше времени друг с другом проводить. Там, не знаю... Уткир и Макс тоже с удовольствием чаще бы с ним виделись. Только это физически невозможно. Я беру эту ответственность на себя. Я знаю, что Влад дома, допустим, один. Или там он приехал с работы, или там с тренировки. Залетает там, или я к нему приезжаю. И поддерживаем общение, дружим. Да. До этого с Максимом после школы приходили домой просто в X-Box. На тренировку идти, а мы сидим. X-Box катаем просто. Да ты уже все. И качество ему нравится, да, тебе? Ездил? Я могу сказать... Да, и... Просто могу обозначить все в целом. Вот. Просто хороший человек. Полностью ответственный. Понимает, что делает. Умный. Ну, то есть даже разговора от шаха нету. Такого какого-то дырявого, так сказать. Всегда разговор по теме, культурно. Это и, так сказать, привлекает, манит. Типа на общение такое долгое. Поэтому мы и друзья, ёпта. А его какие качества тебе нравятся? Да, мне нравится, что он всегда позитивный. Да, да. Вот, кстати, я сегодня целый день с ним был. Кайфовал от этого. И праздник, да? Прям, вот, музыка. Да. Всегда улыбается. Да, многие-многие говорят об этом. Типа то, что... Ну... Не делать. Просто люди с возрастом, им нужно больше повода для счастья. А у него этого нет. То есть он может быть просто счастливым. Да. Просто по своей натуре. Веселым, счастливым, с хорошим настроением. Не знаю, мне всегда нужен повод. Я не могу просто так ходить и улыбаться. Это странно как-то, да? Вот. А когда я в его компании, когда, допустим, мы куда-то ездим, тусуемся или мне просто вот хочется, не знаю, провести там с другом время, там ни о чем не думать, разгрузиться, вообще абстрагироваться от всего, мы куда-нибудь ходим, тусуемся или вообще уезжаем в другой город на гастроли. И это все просто как будто из тебя вот это... Да, 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 да. То есть ты просто обновляешься и с новыми силами, с новыми... Идешь работать. С новой энергией, да, с новой мотивацией идешь дальше, работаешь, живешь всю жизнь. Примерно. Можете сказать, кто сколько зарабатывает в данное время? Я скажу так, я не разглашаю эту информацию никому. Даже не девушка, даже родители, никто не знает, сколько я зарабатываю. Главное, всем достаточно. Достаточно. Ну да. Чувствуешь себя комфортно. Да, чувствуешь себя комфортно. А как вы думаете, человек с такой шляпой хорошо зарабатывает? Да я немного зарабатываю, у меня все скромно. Сколько? Что, будем говорить про бабки? Да. Почему ее нет? У меня зарплата в месяц. 100 тысяч рублей. Все. Зарплата. Да. Который сам себе назначил. Ха-ха-ха-ха. Пусть ему не нравится. Это просто вторая иначе помогает. Это никто не знает. Да? Чем занимаешься? Расскажи пару слов. Мы с тобой тоже работаем. Мы один проект ведем с тобой. Да? Да. Вот расскажи, чем занимаешься? У меня основная деятельность. Я финансовый менеджер у нас в компании, которая занимается подготовкой абитуриентов. Ап-центр? Да. Ап-центр, учебный центр АП. Да. Помогаем русскому языку, учим русскому языку, помогаем поступать в университеты. Вот. Я там финансовый менеджер. Я отвечаю за финансовый результат, за отчеты, за то, чтобы зарплату вовремя платили. Да, финансовый менеджер – это компания важная, или нет? Как же дальше? Я считаю, что… Ну, давайте начнем с того, что любой бизнес обязан быть прибыльным, да? И если бизнес не приносит прибыль, то смысла им нету заниматься. Вот поэтому я считаю, что это один из важных людей, кто занимается вот этой такой работой, которая, ну, очень муторная, тяжелая, да, и слишком много цифр. Вот, ну, вы сами сегодня посидели, заполнили пару дней, да? Вот вроде бы ничего сложного, но… Но видишь все. Да. Это важно, конечно, важно. Ты же должен видеть свои деньги. Куда ты тратишь, на что ты тратишь, сколько ты зарабатываешь. Ну, один лайфхак тогда. А чему нужен финансовый, так скажем, директор компании? Ну, на пару слов объяснить. Пару слов. Так… Чтобы… Это то, что то. Чтобы владельцу бизнеса, человек, который занимается вообще… Который… Блин, как бы это… Считать свои деньги. Да, давай так, да. Скажем, очень просто. Это человек, который считает эти деньги. Он считает деньги и показывает тебе, ты зарабатываешь или нет. Исходя из этого, делай уже какие-то решения принимай. Сокращать или увольнять? Сокращать, увольнять, что-то новое придумывать. Вообще ты… Потому что большинство людей занимаются бизнесом и абсолютно не понимают, сколько они зарабатывают. Они в голове считают. В голове считают, на бумажках… Нет, это правильно голове или нет? Нет, конечно, нет. Почему? Потому что ты должен видеть каждую цифру, каждую отчёт. Конечно. И в итоге он финансовый-то и видит дырки, типа, просто лоруют, но не лоруют. Давай так, простой пример. Допустим, очень много бизнесов, даже среди знакомых, я знаю людей, кто работает, бизнесом занимается, но по факту они зарабатывают тысяч пятьдесят стол в месяц. Им можно забрать эти деньги. Это их деньги. Но из-за того, что они это всё ведут по старинке, в голове, то, что у них всегда в кармане… Холост, да, да. Он думает, что у него в кассе лежит миллион рублей. Значит, все эти миллионы рублей – его. То есть это обманчивое мнение. То есть это из-за того, что люди просто неграмотные и не развиваются в этом плане. У нас никто не учил этому. К этому надо прийти. Вот когда ты будешь… И как ты пришёл к этому? Да. К этому я пришёл благодаря своему старшему брату Уткиру. Потому что в основном стратегические вот эти решения… Не, не Уткиру. Уткира, я забыл. Да, да. Уткира Кэм. Да, да. Да, да. Потому что стратегические какие-то нововведения и какие-то… В целом, за развитие бизнеса отвечает он. В какую сторону мы будем двигаться и в какую сторону будем… Генератор идей. Да, генератор идей, да. Вот потому что у него есть этот предпринимательский дух. Он каждый день утром просыпается с новой идеей. Думаю, как внедрить… Да, да. Где бы ещё заработать? Какие возможности открываются? Что надо делать? А сейчас мы живём в такое время, когда возможности не каждый день, а каждый час появляются. Вот и… Хорошо, благодарю. Уткир. Да, да, да. Как это произошло? Он предложил, сказал, что есть… Уф. Да, что есть такое обучение, и это нам важно, это нам надо. И… И этот произошёл такой переломный момент, когда мы уже втроём, между собой… Интуитивно… Да, да. Мы уже ведём бизнес, уже не первый год, мы всё это делаем на коленках, но нужно развиваться. Нельзя вот так вести бизнес, мы же, ну, видим примеры других каких-то компаний. И мы уже как-то интуитивно поделились на отделы. Я начал больше с деньгами работать, Макс там больше начал работать с отделом продаж и больше взаимодействовать с клиентами. А вот Каракан там за стратегическое там развитие. Реклама, маркетинг. Иногда идея – это как медийное лицо и так далее. Какой хороший пример, как три брата просто взяли и создали компанию мини-империю. Да, да. И на той должен быть настроен. Ну, вот, внедрил, научился. Да. Какие изменения произошло в бизнесе? Для меня, в первую очередь, я спокойно засыпаю каждый вечер, вот в плане того, что я знаю, что у меня там следующие полгода, даже если что-то прям критическое случится, всё будет работать, у меня будет там полгода времени придумать, как вылезти из какой-либо там кризиса. Как это полгода? Даже если мы ничего не будем делать, там, условно, полгода, год, там, мы будем вовремя платить зарплаты, вовремя платить аренду, у нас будет возможность там придумать новые идеи и возможность зарабатывать. Вот представьте, полгода не зарабатываешь. Ну, это фонд, получается. Да, грубо говоря, да. Да, фонд. Создали свой фонд? Создали фонд, вообще научились этим пользоваться, научились считать деньги. Ты всегда знаешь, сколько у тебя денег, где они находятся, в каком виде и сколько ты ещё должен забрать. То есть, научился планировать. Правда, это немножко хромает, да. Потому что у меня Уткер, он генератор идей, как известно. Вот. Он нагружает, короче, да? Да, да. Ну, то есть, на месяц тяжело планировать расходы, вот как минимум. Потому что он может попросить там, вот, а давай вот это вот сделаем. С одной стороны такой думаешь, блин, ну ты же мог об этом заранее сказать, да. А он просто об этом заранее не задумывался. Вот он проснулся с этой идеей, да, с утра. Ну, может быть так, я правда не знаю. Вот. Вот. То есть, ты чётко и ясно понимаешь, что происходит с твоими деньгами, что происходит с твоим бизнесом, ты вообще, смысл ли работать? Угу. Потому что, если ты в конечном этапе зарабатываешь там 50-100 тысяч рублей, стоит ли вот весь этот геморрой, столько вот работы, нервов, этих 100 тысяч рублей или проще пойти наёмным работникам работать? Можете заработать? Да, конечно. У людей миллионами оборотов, а некоторые могут и не зарабатывать. Угу. Они об этом же не знают, они никогда это не считали. Понятно. Круто. Давай про спорт чуть-чуть поговорим. Да. Спорт. Я вижу, ты... Моя, любимая. Тема. Надо было сейчас резко упасть и отжаться. Да. Ха-ха-ха. Ты очень набрал. Мы когда последний раз увиделись... Да, когда мы познакомились, да, я был... Да. Очень набрал. Угу. Как это? Я не могу худеять. Получил мастера спорта и ушёл потом в кикбоксинг. Ближе к микрофону, ближе, да. В кикбоксинге получил, да, там слышал. В кикбоксинге получил потом первый взрослый разряд, и всё. И после кикбоксинга я понял, что неинтересно. Ну, типа... Неинтересно, когда не платят, да? Неинтересно, когда не платят. Неинтересно, когда не платят. В хоккей я профессионально играл, но ушёл из-за коррупционных моментов в моей карьере. Вот. И тренировки остались по сей день, в своей жизни. Типа, без этого уже не могу, и наркотик, короче. Вот. И знаю, как себя поднять, знаю питание, знаю тренировки. Ну, за годы опыта накопилось, и знаю, как набрать. Можно? Можно такой вопрос? Вам не кажется, вот у меня лично такое наблюдение, что ребята, которых отдали в спорт с детства, они более дисциплинированные, вот в плане каких-то выполнения задач, там... Да, да. Они... Если ты им какую-то... Ну, всё по времени. Да, 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 да. Вообще не получается. Так. Вот. Это же важная штука. Хотя я тоже занимался... Ну, то есть, ну, тут ещё тоже период... Это вот занимался в плане того, что это когда ты играешь в команде, когда у тебя есть ответственность, тебя с детства этому воспитывают, вот какая-то культура, там, быть профессионалом и быть ответственным, это важный момент. Я могу сказать, что во всех командах, практически, которых я был, я был капитаном, то есть, лидер команды. Всегда. Да. И, ну, из-за того, что я был более активный, более... Спортивный, так сказать. Ну, да, больше заинтересован, чем кто-либо был. У меня была, ну, там, Америка, да, там, поехать за океан играть. Америка, Ове, да. Я помню, как он приходил к нам домой, показывал видосы Ове, смотрите, какой он крутой. Сидит узбеком, трем узбеком, показывает видосы с Овечкиным, который играет в хоккей. Да, братан, Овечкин крутой. Вообще, лежа шайбу забил, вау, круто. Вот. Может, такой вопрос? Смотри. Вот сейчас по-моему развивается, да? Ты же вышел бы за какую-то сумму, подрался бы с кем-то или нет? Серьезно? 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 Да нет. Просто все блогеры, которые или там все эти артисты залезают, они начинаются с этих, с Тарасовой, не фишкой, если не старший или младший. Не, ну, кстати, не то, чтобы были предложения, кстати, ну, были такие вопросы, а не хочешь, типа, сходить, там, есть одно шоу, туда, там... Эпик Пайтинг. Да-да. Если кто-то, да. Кому-нибудь дейбальник набить не хочешь? Да, кулачками помыкать не хочешь? Вспомнить их детство. И что? Нет? Нет. Не хочу. Не за какие деньги? Возможно, если за хорошую сумму. Да в смысле? Да конечно, это вопрос денег, брат, конечно. Да, вопрос денег. Вопрос денег. Сколько примерно? Для первый раз. Я думаю, 1200 нормально будет. Чего, рублей? Да. Я на 3 миллиона хотел заводнуться. Не, ну... Просто так? Давай, давай объективно. Да, для первого боя 200 тысяч рублей. Знаешь, это какие бойцы получаются? Это понятно. Это R3 чемпионшик в Астане, да? Я же не говорю, что это... Один человек и нашел второго еще, да, Бран? Да. Эльмросхан Назаров сказал, я бы подрался с любым человеком. Пока еще. Кто хочет подраться с Эльмросом Хакназаром, пишите в комментариях. Я, честно, у меня... Детство было буйное. Я и в команде постоянно дрался, и на льду дрался, и во дворе дрался. В школе дрался, везде дрался. А в клубах так как дрался? В клубах, да, было. Ну, короче, такой был очень... Помимо того, что я позитивный, не любил, когда на меня это... Я понял. Ну да, это же клубы... Да, конечно, клубы, это такая концентрация людей, кто хочет пойти там, помириться силой. Это всегда... Дрыч, они выделывают, что у тебя прическа плохая, а потом, когда этот дрыч дает, извините, пизды, потом такие... И сорян, брат, я ошибся. Это у каждого. Да, это у каждого. Ну и один раз... Вот сейчас историю расскажу. Мы поехали... Я не помню, какой город. Екатеринбург, то есть что-то такое. Нас позвали на концерт, и сказали, будет типа ангар на две с половиной, на две тысячи человек. Типа там выступал Егор Крит, нормально. Мы такие, ну окей, а мы как раз были на пике... О, если выступал Егор Крит, значит, это было хорошо, да там? Да. Типа собрал. Ага, ага. И мы приезжаем в этот город, в Екатеринбург, а нас везут, ну из Екатеринбурга нас потом везут еще за город. То есть где-то под Екатеринбургом этот ангар стоит, грубо говоря, клуб. И в нем типа там, возле него отель, какая-то речка там образ, ну какая-то база отдыха образ. И туда нужно из Екатеринбурга людям добраться. Ну то есть километров 50-60 ехать. Ну глупо сделали. Мы об этом не знали. Мы приезжаем, сделали чек, все, подготовлены к выходу на сцену, и понимаем, что на танцполе не две с половиной тысячи людей, а 25 человек. Офигеть, серьезно? Да, и мы такие, что делать? Начали звонить менеджеру, типа, что за фигня? Выясняется, что эти ребята, которые нас позвали, они дали рекламу за три дня. Ага. То есть они позвали нас месяц назад, а рекламу дали только за три дня. Почему? Ну такую ошибку. Да, типа, вот. И поэтому народу не было, типа, никто не знал, что... А пришли только прям... А потом что сделали? Выступили или нет? Вот. Тут сейчас история, да. Что было дальше? Ахахаха. Вот. И... Витя, ну, кипиш поднял, типа, мы не хотим выступать, ну, типа, что за бред? И тут я включаю свою еврейскую такую частичку себе. Бабки же, брата, а как бабки? Они не пахнут, вот понюхай. Нет, нет, я говорю, деньги заплатили? Заплатили. Заплатили. Говорю, давай выйдем просто этим двадцати пяти человеком просто... Они приехали. Устроим концерт. Мы и для них устроим концерт. Давай просто вот... Не будем об этом думать. Пофиг, уже произошло, все. Не мы виноваты. Нам надо выйти просто... Ну, мы получили деньги и все хорошо. Я его... Я его переубедил. Переубедил Дашу. Мы успокоились. Выпили по сто грамм, вышли на сцену и для этих двадцати пяти человек выступили. И как это было? И что было дальше? Ахахаха. Да, вот сейчас будет самое интересное. Мы выступили, все все, как бы, типа, довольны. Мы заходим в граммёрку и залетает организатор. Ага. С ноги, можно сказать. Типа, ебать, спасибо там. Такой, знаете, на тибись набухался сам. И через минуту заваливают вот эти двадцать пять человек нам в граммёрку. Он им сказал, что можно заходить и с нами фоткаться. И вот это ваханалия в граммёрке начинает тогда сходить. Он бухущий, что-то несет непонятную херню. Народ заходит, колбасу берет у нас на столе, там еду. Мы такие сидим, думаем, что происходит вообще. Этот организатор уходит. Не закрывает за вами двери, да? Ну, короче, еле выгнали у всех людей. Проходит пять минут, ну, уже тишина. Типа, у всех выбери из клуба, разбивается колено. Ага. В этом помещении. И он кричит на все заведение, запишите это на ассу. Понятно. И мы такие, бля, все понятно, короче. Чувака накрыл из-за того, что народ не пришел, и он начал исполнять такую херню. Не, давай, давай, давай. Можно я перебью тебя? Прости. Давай поговорим про концерт, где было до хрена народу. Вот когда ты просто выходишь на сцену, а тебя от этой энергии просто разрывают. Я могу сказать, это не один, это много было. Ну, один из вариантов, да. Их было настолько много. Самый лучший, блин. Ну, мне нравится даже не то, что... Сольники нравятся. Ну, сольники это особенные. Да, это особенные. Это готовка, вся вот эта вежуха, она самая крутая. Когда ты выходишь на сцену, и там только твои фанаты, это вот... И столько. Да, и столько людей, и там очень круто. Ну, а так во многих городах были прям 10 тысяч, 7 тысяч. Ты стоишь, ты не видишь края. Просто, и как только, видишь, начинают эти ноты забывать, первых строчек песен... И как толпа начинает отвечать. И как толпа начинает отвечать. И все, делал мурашки, вот мне даже стих порсят. Ну, это реально, это эмоции никогда, друзья. Будучи на сцене, те, которые эмоции я получаю, вы, наверное, никогда в жизни не получаете. Это антринная лига. Другой, да. Вот почему я хочу стать рэпером. Казахский рэпер. Да, да, да. У меня скоро альбом на казахском языке. Ждите на Spotify. Ну, тебя называют, тебя казахский. О, я навыками уже говорила. Казахский друг, а он говорит, я казахский. Рэпер. Да, да. В этом ты в гримёрке знакомишься. Да, я про девушку играю. Оооо. Так резко, да? Да, да, да. Он просто сейчас понял, что мы в клубе. Да, про девушку играю. Я воздержусь. Почему? Он молча сзади с топором приходил. Да не, мы плавно сейчас придём к этому вопросу. Вот знаете, можно я тоже добавлю. Вот когда ты на концерт приходишь и ты среди толпы, это ну какой-то вот, ну ты, зависит от твоего настроения, зависит от компании, в которой ты пришёл на концерт, да, там. А когда ты выходишь на сцену, сзади стоишь там на диджейке, пусть даже его сольник, да, там человек 300, там 400, там 200 человек танцует, ты тоже чувствуешь эту энергетику. Я же стою на сцене, я же вижу этих людей. И каждый раз, когда там, допустим, вот есть какой-то пиковый момент, уже все уже, у каждого хорошее настроение, каждый выпил или там каждый отдохнул, и все там начинают танцевать, и он плюс, чувствуя вот их настроение, он им подкидывает, я думаю, знаешь, дрова в огонь, и как они начинают пылать, и я вот встаю, думаю, вот, а каково, если они пришли все на мой концерт, и там, допустим, и подпевают строчки, которые там, допустим, написал я, да, и это же вообще невероятно. А есть люди, которые собирают стадионы. Ты прикинь, что в голове творится у Дрейка, когда у него целый стадион, там, тысяч пятьдесят людей сидят и включают. Я могу сказать, вот ради этого и есть, ну, даже деньги уже становится второстепенной, ты, да. Это болезнь какая-то. Дальше, да, наоборот, я не знаю, Вастер. Вастер, я недавно сделал тоже. Квастер, да. 70 тысяч, Вастер просто невероятный. Это, этот концерт. Ну, понятно, он соберет, понятно, он собрал, но, понятно, заработал даже, но он это делает с кайфом. Для лучшего всего, всё, что даже всё, что делает Вастер, он делает всё с кайфом. Да. У него столько шоу, у него столько всяких… ну, YouTube-канал там, да. Я не знаю, откуда у него столько времени и сил, он еще и боксом занимается, но на самом деле это очень хорошо. Бас на новой современной Цой, я где-то такое вычтуал. Он рожден просто для этого, он за человека рожден. Он просто нашел себе эти силы, достался. Так и оставили, да, про девушек? А что про девушек? Давай расскажи. Это тайна. Ты не жена. Я не женат, я холост. Почему? Я не женат, я холост, я женат на своей работе. Это все? Когда уже с вами был примерно? А, примерно? Не знаю, не знаю. Сидил рано еще? Я не нашел ту самую. Я в поисках. Расскажи, да? Какой вкус? Да, про... Ну, как ты видишь свою жену? Жену как-то должен представить человек? Да, конечно. Как ты видишь это? Честно, я стараюсь об этом не задумываться пока. Вот правда. И я стараюсь максимально об этом не думать. Потому что... Оно само придет? Оно само придет, да. Есть, конечно, какие-то базовые качества, которые там... Блин, это сейчас будет звучать как будто какое-то требование. Знаешь, системные требования для жены, какие они должны быть. Ну, примерно. Это некорректно. Ну, высокие хотя бы, не знаю, там... Не, ну, воспитанная из приличной семьи. Чтобы ценности были общие, да, да. Мне кажется, важны ценности. Интересы можно найти, да, общие какие-то. А главное, чтобы жизненные ценности совпадали. То есть, это в первую очередь семья, то есть, быть верным. Как мотиватор, а не как... Да, мы, кстати, вчера обсуждали на эту тему. Просто мы сошлись на том, что существует три типа девушек, да, вроде как. Какие? Мы изучили, да? Первый тип девушек, вот у них такая энергетика. Они тебя мотивируют, заставляют что-то делать, там, не знаю, зарабатывать больше, выглядит лучше, работать над собой. Вот у них какая-то энергия, ты хочешь быть еще лучше, чтобы... Как что? Как моя женщина, говорю. Мотивируй тебя. Да, Яночка, тебе большое привет. Да. Вот. Они тебя мотивируют, делают тебя лучше. То есть, ты и ради них, и ради себя, ты лучше, да. Есть вторые какие-то нейтральные, наверное, да? Я так и не понял, как ты их характеризировал. У нас просто разговор был такой откровенный, мужской. И люди его прям тут, я грубо выразился там. Ну, типа, есть пристойные и непристойные. Тем, которым без разницы, с кем и где. А есть, которые хранят свое, так сказать, целомудрие для одного единственного. А есть, которые где-то вот в середине между ними. Вот. Заблудшие души. Да. Но они, типа, могут дать больше, чем эти две образы. То есть, есть такая синтеза. А, тогда вот так. Ну, хорошо, тогда я свое скажу. Первое. 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 То есть, мы зафиксировали, да, что у тебя энергию, мотивацию. То есть, ты знаешь лучше. Второе зрение где-то. Второе, ты, да, какой-то нейтральный. То есть, ты просто тратишь. Да. Она вот есть. Да. Она просто есть, да. То есть, видимо, чтобы добить ее в определенный момент, все, уже остановился в своем развитии. Ты понимаешь, что все. Ей этого достаточно. Значит, и мне тоже норм. Третий вариант, это наоборот. Который из себя высасывает всю энергию. А ты ее любишь, как дурак. Да, если ты не можешь снять пелену от своих глаз, да, и ты влюбляешься в такую, то значит, ты дурак. Надо все-таки этот, себя тоже любить и уважать, да. Ха-ха-ха-ха. У мамы такой один красивый, а девушек много. Ха-ха-ха-ха. Уфилы эти. Ха-ха-ха. Да. Ха-ха-ха. У тебя есть машина? Да. Какая? Ха-ха-ха. А, у меня удюха. Да? Почему? Ну, как там говорится, жопа выбрала. Ха-ха-ха. Да, да. Ну, я вообще изначально был очень ярким фанатом Мерседеса. Я хотел себе очень сильно ешку-купе. Кракам говорил всегда, покатайся сначала. Покатайся, посмотри, потрогай, понюхай. Сделай тест-драйв. Да, да, да. Как минимум пройди тест-драйв и ты тогда поймешь. Просто так выбирать по картинке или потому что она красивая, ну это бред. Ты купишь штуку, которая дорого стоит, если она еще не понравится, это плохое вложение. Вот, и покатался на Ешке, покатался на других тачках. И когда покатался уже на Ауди, мне нравится, как она едет, как я в ней сижу, как я себя в ней ощущаю. То, что динамика, внешний вид. Ну для России Ауди, клининг маленький, всегда снег. А это момент? Она полноприводная у меня. Полноприводная, хорошая резина, и ты все, ты в безопасности. Ты... Такой вопрос, за сколько машин купил? И сейчас сколько стоит? И сколько сейчас стоит? Да, я думаю, это не секрет, все на автору могут посмотреть. Я покупал машину два года назад. Полтора, ну почти полтора-два года назад. И она на тот момент стоила там миллион семьсот пятьдесят. Какого года? С шестнадцатого года. Какой марта? Ауди А5. А5? Да. А5 если то, это... С шестнадцатого года. Она стоила миллион семьсот пятьдесят. Нет, это машина мечта, она не продается пока. Не продается? Нет, нет. Ни в коем случае. Это для меня целая эпоха. Он пиздит, он пиздит. У него другая мечта, зеленая такая, низкая. Какая? Расскажи. А, следующая мечта? Ну, это не мечта, это... Это конкретная цель. Я хочу себе в ламборгини, авиантадор. Хорошая машина. Да, да. Двадцать шесть лет. Ты прикинь? В двадцать пять года он... Я хочу... Я думаю, вот... Если вот... Не оптимистично, да, более реалистично рассуждать... Я думаю, в двадцати шести годах это вполне реально будет. Ну, сколько будет стоить? Ну, это... Пока не знаю. Два шесть лет. Через четыре года стоит. А она сейчас в районе тридцати миллионов. То есть, получается... Я бы купил... Калин. Рустроить. Новая коньена? Да. Давай, калин. Давай, блин. Давай, блин. Давай. Два колени можно купить взять. Да. Да. Я хочу в ламборгини, потому что... Для галочки. Для галочки, конечно, да. Двадцать шесть лет. Я думаю, это тот возраст, когда ты должен... Вот это ощутить. У меня на супер-каре. Да. Это чтобы этот супер-кар был не на последние твое деньги, чтобы ты потом до Шираки ходил, кушал, или там деньги занимал, чтобы ее заправить, чтобы ты мог купить ее и позволить себе ее, вот, поэтому хочу себе Авентадора. Коня, 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 если там, у Кирс... Так вот, коня я купил, я, да, кстати, тоже, очень хочу коня, слушай. Я же тебе только вот недавно в магазине сказал, если слушать то, что я хочу, это не надо себя исполнять, это я просто хочу, и все. Нет, у нас как-то разговор был в такой семейном кругу, там, мы с братьями, с папой сидим, общаемся, и там, вот, Кир по поводу фермы там начинал рассказывать. Сын, какая у тебя мечта? Хочу коня! Почти, почти, близко. Вот, они там рассуждали на тему фермы, то, что было бы классно иметь какой-нибудь загородный домик, где есть свое хозяйство, там, и что, вот, папе вот такая вот пенсия было бы вообще к лицу, там, барашки какие-нибудь, коровы, там, домашнее молоко, яйца, и все вот в таком духе. Я говорю, и я им предложил, говорит, давайте, вот вы это сделаете, только пусть, пожалуйста, это будет в стиле какого-нибудь там американского ранчо, знаешь, чтобы туда было место, куда я могу привезти коня. Говорит, я, я правда куплю коня, красивого, ухоженного, чтобы за ним следили, ухаживали, чтобы можно было там по выходным приехать, там, детей покатать, там, там, выбежать на поле просто. Ты представь, я приехал на выходные после, там, взял там одежду свою, надел там какие-нибудь сапоги, там, просто какую-нибудь куртку накинул старую, вонючую, да, сел на лошадь и по полю полосил. Погнал, короче, к забору подъезжаешь, звонишь ему в дверь, и... Я на лошади выхожу, и идет такой, с конем, с тапочкой, с пакетом, по ветерану в центр, халтурит, красавчик. Нет, это хорошая мечта, вот, прямо, кстати, вот, мечта, мечта, а у него какая машина? У него какая машина? А какого у тебя машина? Две ноги, две ноги, машины пока нету, мечта. Та, которая мечта, она дорогая, поэтому... Моя машина, его машина, поэтому... Правое кресло, вот, сколько хочешь сиди, сколько хочешь, детская кресла, руль дает, и... Би-би-би! Что за мечта? Какая? Тачка какая? Короче, знаешь, как она была? Сначала хватало деньги на одну машину, произошел кризис, она возросла, думаю, блин, ну ладно, сюда соберу это. Потом понимаешь, что эта машина уже не нравится, но БХ-тройка была. Потом думал, блин, хочу... БХ, да? Да, хочу в БМВ, там, 520, 520, ну ладно, буду не купить. Копил, копил, вообще в космос взлетело. Я такой, думаю, ладно, пока не заработаю полную сумму. Вот. Теперь хочу Х5, вот, только полную сумму соберу, так и куплю. Вот Х5 какой? Можешь описать его? М-пакет. Х5 МФ-90, вот этот кузов он имеет в виду. Ну, который там, 18, свыше 18-го года, новый кузов, Х5. Да, да, с новыми руками. Какой объем, объем какой? Дизель или... Да, я думаю, мы особо не этот... Ну да, детали не буду вдаваться, я... Мы не Х5. ...приезженец машины как визуально. Мне без разницы, что внутри, да, мощная, мощная, отлично. Главное, вот руль, вот этот удобство, как в самолет садишься, надо было, как в самолет садишься и едешь. Нет, как самолет это мерцедая. Для меня самолет это... Это мерцедая. Давай, я не буду. Давай, я не буду. Вот, почему мы все выбрали мечту машин, да, немцев? Да. Почему не китайцев? Вот китайцы недавно на рынке, да, так скажем. Сколько? Десять лет? А вот это немцы уже сто лет. Ну, они конкурируют с ценнообразованием. То есть... Ну, это... Тут это же вкусовщина. Ну, допустим, мне же... Ну, мне нравится, допустим, мустанг еще там, да? GT500 тех времен. В 60-х, там, 70-х. Шелби, да? Да, да, да. Маслкары вот эти, это вообще любовь моя с детства. Но их просто физически невозможно практически достать. Ну, ту, которую я хочу. А ту, которую я хочу, она стоит нам. Там очень дорого. 50, 70, 100 миллионов. Да, мы смотрели какой-то там, 70-х или там, с 60-го года, чисто прикол, во вторую зашел. Шелби. 51 миллион рублей стоит. Но эта машина, она просто, наверное, как будто из фильма какого-то ожила. У нас 60 секунд смотрели. А, это с Николсом Кейджем. Да, да. В конце, типа, самая опасная его машина любимая была. Вот он на ней угонял потом. И из этого фильма я полюбил эту машину. Мечта. Мечта. Вот ответ на твой вопрос, почему вы выбрали немцев? Немцы, да. Почему немцы выбирают так много людей? Потому что... Потому что немцы тебе дают не просто машину, они тебе дают какую-то философию, понимаешь? У каждой этой же машины есть какая-то своя философия, для чего она создана, для каких там целей. Ты, исходя из нее, выбираешь. А тебе китайцы предлагают, ну, потому что они новенькие в рынке, да, и мы не знаем какой-то исторический их код. Они тебе предлагают, смотри, какая у нас комплектация за очень дешево. Меня это не впечатляет. Я лучше буду ездить на немца, там, не знаю, 2000-го года, ухаживать за ней или леять ее, чем возьму нового китайца. Потому что мне немец будет доставлять больше удовольствия. И вот как минимум того, что ты садишься в машину, внутри там интерьер, экстерьер, там тут детали, кнопочки, то есть это же другое. Вот у меня вот один раз спросили, что бы ты выбрал, Tesla или BMW? Хотел вопрос задать, да, вот почему? Я объяснил сразу, почему выбрал BMW. Потому что ты садишься в Tesla, у тебя вот этот руль. Минимализм. Распиленный. Просто две ручки, экран посередине и все. Да. Нету, нету эстетики вот этой машине, в которой ты садишься как в BMW, и ты видишь спутометр, топометр, вот эти фишки BMW-шные. Как и в Mercedes, то есть это там же интерьер. Детали, вот эти детали, они больше всего... Любовь к деталям у Mercedes, мне кажется, лучше всего. Audi, спасибо большое им, конечно, они научились это делать тоже, основными поколениями машин. Q8, RS7, да, вот вообще в целом, потому что там, видимо, поменяли дизайнера или не знаю, какое-то вдохновение их посетило. А когда у нас в России поменяли дизайнера? Алада? Угу. Это одно и то же каждый год. Да нет, они тоже развиваются по мере своих возможностей. Все развиваются. Электричку вы купили или нет? Ну, электромобиль. Ауди и трон. Да? Да. BMW X5. Не, если... Я уже хотел Tesla купить до Mercedes. Вот я хотел топею. Да, потом я понял, что для этого должен... Ну, я иметь частный дом. Должен быть эвакуатор задъехать. Не-не, частный дом. Пришел, поставил завязку, утром ушел, дело решил. Да, они с окна розетку кидают. Да, да, да. Поэтому все-таки на дизель автомобиля. Блин, ну, знаю, как ты водишь, братан. Тебе Tesla? Не надо. Да. Да. У тебя, мне кажется, вы нашли друг друга. Вот эта машина и ты. Вот вы гармонично смотритесь. Как по габаритам, как по внешности и как по манере вождения. Да, кстати, мы тоже вот обсуждали этот момент, как ты здесь смотришься в машине. Как тебя видят. Да, конечно. И видят, допустим, Шанк всегда говорит, я тебя вижу вот там в масл кара, в каких-то джипах там. Здоровый борода там очень сидит. Розовый Порш какой-нибудь там, чтобы он голый также с розовой шубой выходить в этой шляпе. И на шее там длинные цепи. Вот. Я его вижу там образно, да, в Клинг Бентли. Ну, что-то такое взрослое изящное. И он тут видит. Вот. А тебе вот Мерседес подходит, да. Все как положено. Ну, да. Я вот открыл был там, когда мы купили. Сел, я понял, что это мое. Я вообще категорически отказывался другие машины смотреть. Все, я уже понял это. Это либо вот. Да. Я сказал Шанк вначале. Жопа выдает. Да, да. Жопа ищет подключение, жопа выбирает в машину. Ребята, прежде чем выбирать машину, покатайтесь на ней, понюхайте, потрогайте. Это свадо важно. Кстати, давай еще раз дополню. Я вот на очень многих машинах катался, на разных. И все равно вот. Эксперт. Не знаю, но у меня нету такого, что вот. Замечаю, что многие там, если там фанат какой-то марки, то ты сразу по умолчанию хейтишь другие там. Типа, машина, да, не то. Я не хейчу. Я не хейчу. Ну, да. Ну, у каждого свой стиль вождения. Реально он. Вот. Вы сколько вперед? 15 минут, да? И ждали меня? Ну, да, примерно, да. 15 минут. А я хотя нормально ездил. Я газовал. Ну, я, как обычно, вообще медленно. 60 км в час. Вообще медленно, спокойно ездил. Не, он как бы спокойно ездит, но просто если куда-то хочет, то побыстрее. Ты понял, он машину свою любит. Он такой, блядь, хочу ей пизды дать. И он заправляется в фулл бак. Вот выезжает только из поворота, и он… И все, там просто из фулл бака сразу. Ну… Пизды дать тоже люблю. Хочется, да, хочется иногда. Ну, нога чешется, там, хочется вот этот драйв. Блин, на дальней дороге это уже другое место. Во, кстати… Да, мне кажется, в целом немцы… Умеют. Умеют делать машины, которые могут на дальнюю дорогу так ехать. Не знаю, как… Про BMW надо у Арслана спросить, как она на дальнюю дорогу. Блин, мне же, конечно, прилетит, надеюсь, он не обидится. Да, если бы Арслан, он, блин, спорил. Он бы спорил. Не, братан, у тебя красивая машина, очень хорошая. Просто шутка. Вот. Время поменялось, сейчас совсем все по-другому. Да. И, кстати, я могу, знаешь, что еще сказать, я заметил. Вот, сейчас вы все подтвердите. Вот, когда вы были в детстве, да, детство у нас было, время оказалось у нас очень много. Нас хватало время и на тренировку сходить, и в школу сходить, и с друзьями погулять, и еще… Хулиганит на все. Да, на все хватало. А сейчас возрослели, и время быстрее идет. Ты только встал, а уже 12. Ты пришел на работу, а уже 5 часов. Хоп, и ты уже в кровати лежишь, поспишь. И это… Да. Такое… Ну, типа, очень быстро время начало идти, не как раньше. Вот, реально, раньше показалось, как будто у тебя 30 часов. Ну, там… В сотках, да. А сейчас, как будто бы, вот, 12. Летние каникулы – это будто целый год ты проживаешь. Да. Это летние каникулы. А сейчас каникулы какие у нас? Ну, вот лет, да? Вспомните последние свои лет нормальные? Они пролетают просто закрытыми газами. Ты вроде снял куртку, а мы уже опять… Ну, типа… У нас недавно… В начале этого месяца у нас была встреча. Это с финансовым директором. Презентация отчетности за сентябрь. Уткер такой садится, у нас все, уже конференция началась. И он такой смотрит. Первый слайд, там написано «презентация отчетности», там, Платов Фэмили за сентябрь. И он мне такой говорит, охренеть, уже год прошел. То есть у нас вот год, целый сезон работы. То, что мы начали, запланировали в начале года. И это, казалось бы, очень много времени, очень много всего, что произошло, оно уже закончилось. Вот так. 9 месяцев пролетело, и мы уже сидим, закрываем сезон и думаем, ой, все. Да, вот такое впечатление. Я после его слов, я тоже такой сел, думаю, да. Реально год прошел в жизни. Мне уже скоро 23 будет. То есть с возрастом, да, идет время быстро. Поэтому надо, поэтому, когда кажется, что у тебя много времени, особенно в детстве, мне кажется, нужно детей нагружать максимально. Да. Я могу сказать, знаешь, что… Самая главная цель, что в этом обществе надо давать качественных людей, чтобы пользу принять. Да, да. Главная задача. На них, то есть дома купить им, свадьбы делить на тысячи человек, да. Я думаю, такие, ну, то есть, наоборот, на образование трат. Время, деньги. Конечно. Когда обществу полезно будет, наши ребята, это будет уже очень хорошо. Вопрос свободы, ну, это понятие растяжимое. Для меня свободы, что такое свобода. Это… Есть разная свобода, да? То есть, финансовая свобода. То есть, ну, сам понимаешь. Да, да, да. Разная свобода. Тогда, ну, в моем случае, на данный момент, как я это понимаю, это, в первую очередь, да, естественно, это финансовая свобода. То есть, ты ни от кого не зависишь, ни от своей зарплаты. Твое финансовое состояние зависит только от тебя самого. Насколько ты готов работать, вкладываться, тратить энергию, так же ты будешь много зарабатывать. Вторая свобода – это свобода от общественного мнения. Это самый важный такой момент, который у нас глубоко сидит. Ну, я… У тебя, скорее всего, оно в меньшей степени выражено, но у восточных людей и у нашего менталитета – это с детства. А что люди скажут? Ну, да. У меня тоже такое, конечно. У меня с лицом неохота продать и потом оттуда вылазить. Хочется в свет выходить, постоянно ступенька перв, чтобы они… Я понял. Не, ну, да, в целом ты прав, да. Вот. Свобода – это важно, это от общественного мнения. Тебе вообще не важно, что о тебе думают другие. И… Главное, чтобы ты себя… Ну, нужно многое фильтровать просто вот эти, так сказать, информацию, которую тебе говорят, не сильно близко, не воспринимать ее. Потому что это бывает очень сильно, ну, там, допустим, ты не добьешься ничего, вот эти слова, когда звучат, типа такого. Нужно фильтровать уметь эти фразы, и делать, что ты делаешь, ну, так сказать, свободно, не напрягаясь. Ну, я считаю, что… Свобода – это общественное мнение, это вообще… Тебе абсолютно все равно, кто что тебе говорит, у тебя твоя голову сборка. Я вот никого не слушал, да, занимался тем же, чем я хотел. У меня друзья на хоккей говорят, зачем тебе эта музыка, брось ее. Типа она тебе мешает, там, перестань этим заниматься, она тебе не принесет денег. Почему люди так? Я все равно… Ну, может какая-то зависть, может какая-то зависть. Как зависть? Ну, скорее всего, потому что, помимо того, что я там играл в хоккей, да, я работал, и помимо этого еще и диджейнка взаимов. Просто это было удовольствие, мне это нравилось. А они думали, что это мне мешает, или как-то это… Ну, там, они так думали. А по факту я просто развивался, мне было интересно, помимо того, что я занимался профессиональным хоккеем. Не просто я за зарплату, я играл в хорошей команде, и перед этим все равно занимался музыкой. Вот здесь, получается, еще такой вопрос. Внешнее давление, да? Сейчас в мире такое происходит, да? Турбулентство. Тоже, фильтрую. Да. Многие люди просто забились, да, у себя где-то, и все. Что-то ждут, что-то обсуждают. Вот такой момент. Как быть? Ну, я абстрагируюсь, я вот реально абстрагируюсь от этого. Я пытаюсь себя оградить отличной информацией. И меньше знаю, и крепче смотрю. То есть, ты вообще новостей не слышишь? Я слышу что-то главное, что знают все. Все, мне этого достаточно. А если все постоянно смотреть, это… Ну, я себя начинаю загонять. То есть, плохо влияет? Да, тоскливо становится образно, что в мире такое происходит. А, ты ничего не можешь делать по факту. Не можешь влиять? Да, ты не можешь влиять. Поэтому не надо туда лезть. Поэтому я не лезу, да, я отношусь к этому. Заниматься своими делами, да? Да, заниматься своими делами, и пусть будет так, как разнообразно. А ты как думаешь по поводу этого? Я… Ну, я… Относительно него я чаще слежу за новостями. Ну, я всегда слежу за ними. Что происходит? Что происходит? Да, всегда слежу, но… Я думаю, паниковать как-то вот… Ты говоришь, люди вот ждут, я не понимаю этих людей, почему они паникуют, уезжают или еще что-то. Там какие-то какие-то радикальные меры принимают. Нужно к этому относиться с холодной головой. Такое происходило всегда. Всегда, когда, ну, в современной истории России и до этого всегда были какие-то перестройки, всегда все менялось. В мире всегда все меняется, ничто не стоит на месте. Пока люди не привыкают? Потому что информационный поток очень. Да, да. Поэтому… В мире все всегда меняется. Тут надо просто понимать, что конкретно из этих изменений влияет на твою жизнь, и, исходя из этого, делать решение. Пока то, что происходит, оно как-то сильно кардинально не меняет мой образ жизни, не влияет на мою жизнь. Единственное, нужно просто больше зарабатывать, чтобы комфортнее жить, потому что все дорожает. Вот. И если тебе нужно зарабатывать больше, чтобы держать свой уровень жизни, да, на каком-то комфортном уровне, на каком-то комфорте, то надо думать, как больше заработать. И ты смотришь… Смотри, да. С моей стороны, да. Ну вот давай с моей стороны посмотрим. Не знаю почему, но к нам очень сильно политика почему-то относится. У нас есть концерты, выступления какие-то. И их отменяют по причине. Да, из-за этих ситуаций. Угу. То есть я живу этим, и сейчас этого нет у меня. Понимаешь? Да, да, я понимаю. И как тут можно образно мыслить твои мысли? Что будет дальше? На вас это, на артистов это всегда влияет, такие изменения. Почему? Потому что, знаешь, есть такая поговорка, не судите артистов, там, актеров, там, они служат любой власти, да. Мы опять уходим в тему политики. Мне кажется, просто сейчас такой переходный момент, ты должен высказать свою точку зрения, то есть ты за или против. Вот. Остаются только те, кто за. Кто против, до свидания, лучше приезжай. Угу. Понимаешь? Вот вы на таком перепуте, я, ну, за вами как бы я слежу, знаю, что у вас происходит. Мы просто нейтралитет держим. Не хотим, не хотим дожди им, да? Да. Да, я не хочу. Не знаю, я считаю, что если вы там, как-то открыто вы скажетесь «за», добро пожаловать в Кремль, выступать на какого-то города, еще что-то. Мы выступали в Кремле, кстати, недавно. Да? Да. Где-то месяц, два месяца назад. Да. Это не недавно. Как думаете? Что будет дальше? Время покажет. Я всегда говорю, не нужно загадывать, а просто ждать. Все будет хорошо. Кризис будет или нет? Да. Кто об этом знает. Сейчас он и есть уже. Он уже есть. Да. Просто на ком-то это сильно отражается, на ком-то поменьше. На кого-то это не затрагивает. Все как бы так же, но только люди себя ограничивают каких-то… Да все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет классно. Банг. Время. Вот если ты заново родился бы, да? Да. Как ты бы жил? Чего бы поменял в жизни? Если бы я заново родился? Да. Блин, хороший вопрос. Слушай, я об этом никогда не задумывался. Биткоины бы купил в 2011 году, просто все, что есть, я бы из дома телевизор утащил, все, что есть, я бы все распродал, купил бы биткоины. Вот смотри, вот сейчас, ты веришь, ты сейчас знаешь это. Сейчас же можно купить это, сейчас биткоин стоит 18-19 тысяч долларов, а когда-то был 70 тысяч долларов, сейчас же можно купить, знаешь ли, что будет рост? Возможно. Почему ты покупаешь? Ну слушай, это нужно заниматься своим делом, это не мое дело. Мне это не сильно интересно, я лучше потрачу свою энергию, свои мысли, свое время на что-то другое, что конкретно в данный момент мне принесет пользу моей работе, моей команде, моей семье. Я не готов столько времени уделять, у меня просто есть близкий друг, Кузин уже занимается крипто, я вижу, как это много времени занимает у него, чтобы зарабатывать на этом. У меня столько времени нет, и я не могу свою основную работу оставить. Да, да, вполне нормально, да, да. То есть конкурирует с тобой или нет? Как думаешь? Позаработка? Да, позаработка. Думаю, нет. Нет? У тебя больше. Ой, блин. Максон, ты посмотри, нас поссорить хотят. Не, 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 не в коем случае, просто хочу понять. Можно щитчики упрекать? Это тема просто интересная сейчас. Я давно увлекаюсь, давно слюбил. Да, да, да. У меня какие-то монеты есть, я купил, жестко падает все, как бы. Ну вот видишь, тут это, как сказать, лотерейка. Нет, ну просто, да, интересно другое направление. Я хочу стать профессионалом своего дела, поэтому мне интереснее, любопытнее там, потратить свое время на что-то другое, что мне интересно, ну то есть чем я занимаюсь, чтобы развиваться в эту сторону. Поэтому крипта, ну, просто это первое, что пришло в голову. Я бы тогда купил за 10 долларов там, да, по 10 долларов. Меня бы все дома бы просто избили бы, там не знаю, что бы со мной не сделали. Я бы такой, я вам еще докажу. И потом через 10 лет вернул. Да, да, в 14-м году, мне 14 лет, я приезжаю на ламборгини, у меня машина забита бабками. Я такой, вот оно, за что я купил. Нет, все-таки ты не ответил. Чего бы поменял? Да. Да я ничего не понимаю. Давай по-другому вопрос задаю. Да. Что бы ты сказал сейчас, ну, 10-летним сейчас золоту? 10-летним себе? Да. Да. Не жалеть себя, больше учиться. Ебашь, только ебашь. Да, да, да. Без труда не вытащишь. Да. Золото из пруда. Рыбки там нету. Я читал там, обманываясь. Я смотрел эту сказку и пытался в море найти меня. Нету. Ты нырнул, да? Да, да, да. Да, я нырнул. Чуть не утонул, наверное. Да, не жалеть себя, больше учиться. Образование – самая важная штука, что есть в этом мире. Без знания – никуда. Поэтому… Ты на свои знания сколько тратишь? Да… Все свое свободное время. Мы… Каждый человек там, который заходит в интернет, так или иначе какую-то информацию впитывает. Важно просто научиться фильтровать эту информацию, чтобы правильная к тебе попадала. И не хавать, как любое говно, которое у тебя всплывает. И верить этому. Это правда. То есть в таком мире живем? Да, да, конечно. Я, наверное, уже последние года два очень стараюсь избирательно относиться к источникам информации, которые я читаю, смотрю, слушаю. Элементарно, начиная с того, что на что ты подписан в Инстаграме. У меня очень ограниченное количество подписок. Я на все, что попало, не подписываюсь. И если что-то где-то, какой-то источник информации, которому я не доверяю, я отписываюсь, стараюсь не хавать это. Даже небольшой пример смотри. Вот раньше музыку слушали, приходили в клуб. Потому что не было активного интернета. Приходили в клуб и слушали твои треки, которые ты скачал, которые ты где-то нашел. Нашел, да. И тебе приходили люди, слушали и не выпендривались. И у тебя просили треки. Ты их еще мог продавать. А сейчас они ходят с телефонами, слушают дома себя одно и то же, то, что им предложил ВК. И они приходят в клуб тебе с этими треками и просят, чтобы играли они. Ну ты что дома не наслушался? Включи, пожалуйста, инстасанку. Да. Дома что-то не наслушался? В машине? Ты же едешь на наушниках там. Приди в клуб, просто послушай музыку другую, которая предлагает тебе клуб. Это вот интернет, о чем мы говорим, сломал эту систему. Раньше было более интересно прийти в клуб и послушать. Повелся выиграть. А сейчас, да. То есть из-за этого творчество диджейское немножечко потеряло какой-то свой характер посыла. То есть мы сейчас не показываем свой характер, свой стиль, да, какой-то может где-то, а пытаемся угодить толпе. Угодить, да, люди. Ты играешь не как ты видишь, а ты играешь как психолог. То есть ты смотришь на них и думаешь так этому, 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 этому. Вот этот рэп, а этим, этим вот этот рэп. Тем самым ты начинаешь как… А тут вопрос же тоже про… Пловод. Про образование, да. То есть я думаю любой уважающий себя диджей, музыкант или человек, который занимается своей работой, да, он же так или иначе развивается. Ты приходишь в место, где ты хочешь послушать музыку, там, получить какое-то удовольствие, отдохнуть, там, наслабиться. Доверь это вот настроение свое, вот диджея, не приходи туда, не тычь своим, да. Да. Зачем тебе оно надо, вот приди, послушай, нравится, оставайся, не нравится, ну поменяй ты клуб, иди там. А в Питере это вообще не проблема, ты вышел… Вот маленький пример, да, мы вчера вышли прогуляться по Питеру, зашли в одно заведение, второе, третье, четвертое. Мы искали себе вот свою музыку, свою атмосферу, нашел, остался там, все классный. Мы в одном месте постояли, послушали полчаса, в другом месте, и в итоге в конце нашли наш стилечек, хип-хопчик. Да, и ты получаешь от этого удовольствие, ты знаешь эти песни, они играют гармонично, иди такой. Все, мы нашли, и в следующий раз мы узнаем, куда мы уже поедем. Да, да. Люди не делают это, они приезжают в одно место, упираются носом в эту колонку и ждут опять какого-то трека известного, который играет по радиопреждению, играет у них в контакте. Да, да, то что в чартах там, то что вот все слушают, ну все слушают же, я тоже слушаю. Ну это зачем? Слушай то, что тебе нравится. Да, друзья, они там просят у меня треки, скидываю. А вот иногда сажусь в машину, слушаю треки, я много музыки слушаю каждый день, и порой садишься с ним в машину, и у него треки какие-нибудь прикольные, пиздатые. Ты думаешь, блядь, я же диджей, блядь, я же ищу музыку, какую хуй у него есть этот трек, у меня его еще нету. Ну типа где-то что он нашел, постарался, то есть он сидел, слушал музыку, отбирал. То есть у него плейлист в целом прикольный, крутой. То есть человек не музыкальный, просто нравится музыка. Слушает разную музыку, не слушает то, что ему втирает чарт. То есть он выбор делает. То есть выбирает. Так, вот, и отвечая на твой вопрос, он свободен в этом выборе. То есть в этом плане. Да. Он свободен. Давай? Не ограничивать себя даже. Поговорим. Потому что новые люди, новые возможности, новые двери открываются. Поэтому вот подкаст, вот ваша дружба, так скажем. Да. Вот вы подружились, через него брат, ну как бы ты с ним познакомился, через с ним со мной познакомился. Да и так же. И то же самое у него. Это всегда хорошо. Дружитесь друг с другом, общайтесь побольше. Ну вот, наши ребята какой-то, сам скажи. Вот у них нет любопытства. Любопытства? Да, да. Нужно всегда быть любопытным. Вот, ну, что это за человек, чем он занимается, сколько он зарабатывает, как он это делает, что он столько зарабатывает, как он к этому пришел. Мне всегда это любопытно. Интересно. Да, да. То есть я какие-то там, вот бывает то, что кто-то мне представляет человека, да, с кем-то знакомишься, говорит, ну, и чаще всего там рассказывают про него, да. Я это не люблю. Я никогда не люблю, чтобы когда меня с кем-то познакомили, про него что-то рассказали. Просто мне познакомь, я там уже сам дальше разберусь, я уже для себя пойму, какой это человек. Вот, вот, вот здесь главный момент. Да. Вот. О людских качествах. Да. Это тонкий момент. Вот. Людские качества. Да. Что можете сказать? Тяжелый вопрос. Да, я сразу могу ответить. Все разные. Ну, то есть. Хорошо, я готов. Нет, ты же дружишь с кем, ну, тебе по душе. Да, да. Правильно? По каким критериям ты выбираешь этого человека, как друг, как наставника, как другой, как брат, как… Ну, знаешь ли, есть такая фраза, скажи, кто твои друзья, скажи, кто ты. Угу. Вот. Его друг диджей, да, допустим? Он же не диджей. Нет, но в плане, ну, есть такая фраза, скажи, кто твои друзья? Нет, да. Я скажу. Да, диджейинг это его работа. То есть, он-то совсем другой человек. Типа, у меня вот их три брата, и я со всеми дружу близко и тесно, ну, я не знаю, мне с ними легко общаться. Угу. Во-первых, мне что очень нравится, это менталитет ваш у узбеков, он очень сильно отличается от российского. Я думаю, вы гостеприимы очень. Угу. То есть, уровень гостеприимства, ну, я, допустим, прихожу в гости, меня не спрашивают, мне дают тапочки, мне дают чай, мне дают еду сразу, то есть, делают уют, что ты дома. То есть, тебя рады видеть. Это очень подкупает, это очень круто. Это мне очень нравится. Ну, так же Максим, когда ко мне приходил, то же самое, там, ну, после работы мы, допустим, приезжали, я его не домой отправлял, говорю, братан, поехали ко мне, там, дома зачилимся, поспим, и, типа, надо работать. Приезжали, накрывали ему кровать, маму накормит, там, соберемся и обратно поедем. Типа. Угу. С гостеприимства… И какие еще качества мне нравятся? У вас же от старших. Ну, да, это… Кому я сказал? Тут крикер. Да. С мамой, вот, допустим, я заметил фишку у вас, вы разговариваете с родителем на «вы». Да. Да, у нас как-то, ну, там, давай скажем, в европейские, в российские, там, и в семьях. Псенатый. Мы разговариваем обычно, ну, как брат с сестрой образно. Ну, культурно, конечно, без всяких, но они не позволяют себе такого никогда. Всегда на «вы», с уважением, типа, это круто, тоже мне нравится. Еще что нравится? Мне кажется, мне нравится на беседке сидеть, 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 сидеть. Там можно пообщаться, там все уже. Там можно все. Надо узнать этих людей. Я не могу я ничего видеть. Он любопытный. Ну, получается. Он любопытный, да, конечно. Мне кажется, ну, возвращаясь к теме, какие качества, да, в первую очередь важно, чтобы человек был воспитанный, честный и искренний с тобой. Ну, если он что-то тебе говорит, он говорит одно, а не задумывает другое, да, ты от него получаешь честный и искренний. Ты таких людей чувствуешь или нет? Да, да. Чувствуешь, да? Ты тоже? Да. Я тоже. Да это же всегда чувствуется. Просто кто-то это готов схавать, да, и такой играть в дружбу, а кто-то нет, кто-то таких людей отсеивается в окружение. Кто-то дружит ради какой-то выгоды, а кто-то, вот, сколько вот с Кириллом я общался, я не разу... Людкер? Да, Людкер. А почему ты к Кириллу его назваешь? Ну, как там, когда познакомьтесь? Это ошибки молодости. А, Молсан. Да, Молсан. Молсан сказал, да, Кирилл. Это ошибки молодости, да. Максим говорил, ну, не Максут его зовут, а когда узнал, что его Максут зовут, это я узнал, я через пять нашей дружбы. Да, Максут. Да, Максут, да. Ну, это чтобы удобнее было, это ошибки молодости наши. Я вот сейчас иногда вижу, как и наши студенты, которые там, друзья добавляются, да, там еще что-то, они меняют свое имя, там, на русское. Ошибка? Ну, да, он поменял там свое имя, там, на Диму, там, на Серегу, думаешь, блин. И стал Кириллу. Да, 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 да. Ну, просто негармонично смотрится, там, допустим, Кирилл Кулатов, да, или там, кого-нибудь там. Ну, с чего я говорю, какая у нас дружба? Я даже ни разу долг не просил у них. Я с ним общаюсь, потому что мне интересно. Да. Из-за того, что он, он, как ты говоришь, любопытный, он изучает, изучает постоянно. И тем самым он меня чему-то научил, своим, так сказать, вот это любопытство его, оно немножко мне передалось. Ну, типа я взял хорошее качество у человека, думал, так, ну, ты не стоит на месте, всегда что-то, что-то, что-то делает. Да, любопытство тебя двигать всегда вперед. И во всех, во всех аспектах жизни. Прорывал вот эту вот дыру, все грани стер и делает то, что ему нравится, и все. Это качество у него хорошее. Да, поэтому, ребята, это то, что его, это у всей семьи. Три брата и три акробата. Три циркача. Три акробата твои. Да, вот эти три. Представляешь, из бригады, из три гада. Три ада просто. Я не понимаю этого. Вот так вот, мама, мама, что-то. Поэтому остались нужны. Да, да. Поэтому надо быть всегда любопытным во всех вопросах жизни. Да, если там грустно, печально. Алло, что делаешь? У тебя есть информация, хочу поделиться с тобой. Без проблем приезжай. Да, или там еду, настроение какое-то хреновое. Брат, помоги, что делаешь. Да, да, я звоню. Она не отвечает мне. Или какое-нибудь настроение офигенное. Хочется этим настроением поделиться и новостями. Я звоню, говорю, что делаешь, брат? Лежу или на тренировке, или еще что-то. Блин, я говорю, я просто хочу с тобой поделиться. Нет, нет, да? Он звонит, Влад, что делаешь? Я говорю, что надо? Мне уже выезжать, не собираться? Да, да. Я не спрашиваю. Я уже одет, и куда я говорю ехать? Ну, всегда приятно. Конечно, конечно. Вот нашел долг, да? У наших ребят постоянно, ну, часто такое. С кем-то познакомились, что-то, да? Обязательно спрашивают долг. Ты кому-то долг даешь или нет? Я раньше давал в долг. Потом получили случаи, когда тебя не возвращают, и все. Я перестал следовать. Вообще неважно, кто. Только самым близким. Вот если попросят, допустим, пацанам могу. Все последнее дам. А вот, бывает, звонят, пишут, там, брат, займи, там, пятьсот рублей тысячу, там, десять. С кем пару раз здоровался, да? Да, даже такое бывает. Вообще, не свидание совести, просят, там. Есть пятьсот рублей до вторника? Я говорю, нет. Всегда говоришь. И не хочу объяснять. Я говорю, пускай люди... Они не знают, какая у меня ситуация, в каком я положении. Потому что я не показываю свои настроения, там, и свое, даже положение стараюсь скрывать. В каком я это, богатый или не богатый? Да, никому, да, не интересны твои проблемы, да. Я никому это не рассказываю, но все думают, что я в пиздец богатый, и все мне просят денег. Потому что у тебя шляпа, братан, все из-за шляпы. Ну, мне денег только на шляпу хватило. Да, а ты что думаешь? Да, деньги в долг просить, это такой деликатный вопрос, такой момент, знаешь... Смотря для чего и в каких целях тоже нужно учитывать. Я считаю, что, ну, я готов, допустим, кому-то одолжить денег в долг, если это мой близкий, такой товарищ, друг. Я знаю, что это ему какое-то на пользу, да, он ради чего-то это берет, не для того, чтобы прожить там. В три часа ночи звоню ему, брат, пять тысяч, пожалуйста. Что случилось? Все деньги в клубе профил. Он ложится спать. Мы это вырежем, а то Яна увидит, скажет, что за херня. Приходит смс-ка 5000 от него, вот, все, отлично, гуляю. С утра, с утра звонит, Влад, и ты мне звонил? Я говорю, да. А я тебе что, денег перекинул? Я говорю, да. Ну, как, как? Я попросил пять тысяч на миске на пять тысячи. Он даже не спрашивал. Да, да, там, со спрессония, да. Он просто машина тебе это все сделал и спать так, даже не спрашивал. Бывает то, что звонил. Да, это нормально. Это очень хорошо. Вот, я считаю, что деньги нужно отдавать тому, кто это берет, не для того, чтобы прожить следующий там месяц-два, или решить свои какие-то проблемы. А ради чего? Ну, ты берешь эти деньги? Я его, если уверен, что этот человек вернет, и это мой, там, друг, да, и которому я помогу. Ну, так, пожалуйста, конечно. В кто-то еще? Так помогло. Ну, это же хорошо, да, согласен. Поэтому, ради таких вот моментов, ну, не жалко. Почему бы и нет. Потому что я знаю, что если какая-то у меня ситуация будет, да, я скажу, Влад, срочно надо бабки скинуть. Один раз у меня Алис спрашивал деньги, ну, вот дай мне нужен. Ты ему сказал, где заработай, заебарай. Так и сказал. А он заработал, решил свою проблему, за тот долг у него нет. Да. Это самое охуенное, когда у тебя ни от кого нет долга. Это блин. Так хорошо. Но у бизнесменов всегда есть долг. Нормально. Да, есть такое, есть такое. Ну, потому что деньги большие крутятся, и хочет их куда-то вкладывать. Да. Хочет развиваться, поэтому не хватает уже и своих, и вложенных, и ты пытаешься… Да, еще кредит. Да. Ну, как бы, ну, ты же для развития, что даешь, и все так. Да, это все вполне нормально. Да. Да, будьте, ребята, любопытными. Да. Всегда будьте любопытными. Да, будьте любопытными. Прекрасная нота. Нет, нет, нет. Ты что? Мы только разыграем. Подкаст без названия. Естественно, ты книги, да? Да, читал. Читал. Последняя книга – это этот «Колобок». Что? Да, как нет? Нет. Я сейчас читаю книгу. Про финансы, да? Да. Да. С этими проблемами. Про финансы. Да, тяжело дается мне чтение. Вот, кстати. Да. Мне тоже очень тяжело. Поэтому есть. Поэтому… Когда я открываю, у меня спайта. Да, как будто ты не познаешь, а тупеешь. Вот, ты правая, Стандер. Но есть такое, что ты смотришь на буквы, ты читаешь, ты вроде не понимаешь. да да конечно конечно потому что мы живем в такое время когда информацию воспринимаем быстро но книги книги тоже важны потому что ты же когда читаешь ты же это все у себя в голове представляешь что фантазия расширяется там как минимум словарный запас там какие-то мысли свои ты да конечно точнее лучше возлагаешь свои мысли это важный аспект но если да есть альтернативный источник информации эти книги это просто нам преподносит что книги читать это хорошо и читай много книг будешь умным это неправда будешь умным если ты будешь читать правильные книги или просто потреблять правильную информацию и действия да а давайте бывают разных видов можно узнать можно много всего что ты не делаешь это не пробуешь это все херни вот у меня в школе с младших классов мы скажем на каждое это давали список литературы которую нужно читать обязательно во время обучения ты там по литературе всегда есть какие-то произведения которые ты читаешь пишет на нем сочинения и так далее поначалу мне это очень сложно давалось я прям не мог не мог списать сочинение и из-за того что у меня было такой спортивный интерес я всегда хотел на пятерке учиться хотел чтобы у меня всегда был был быть лучше и а у меня сочинение получается писать как так то и поэтому вообще очень тяжело давалось мне я начал читать книжки я подходил к своей учительнице спрашиваю что еще там можно почитать там допустим или приходил в библиотеку ой блин у меня наверно с класса наверно с пятого там по девятый я каждый год менял книжку для библиотеки самое плохое из этого из этой истории то что почти ничего из этого не запоминается но как минимум фантазия я лучше начал писать сочинение уже в классе на шестом это уже плоды дало то что целый год читал какие-то книжки я написал сочинение в шестом классе помню что ездил московский государственного университета получать лауреат стал сочинение про или ширина вы я не помню что там было написано я не знаю что я там на сечении мне дали лауреат это было классно потому что вот можно болен конечно ты когда стоишь глазками стреляешь и надо решиться пойти подойти у гостей да конечно это важно это конечно мужчина один из важных фактор быть решителю сказать как бы я решителен но чуть-чуть каких-то моментах все равно себя и научился так сказать с собой разговаривать и взвешиваю себя за и против стараюсь адекватно не люблю сильно рисковать каких-то делах особенно финансовых с этим у меня проблемы давай может поэтому со мной дружит да да с решительностью порядке а мне нечего терять вот знаешь зачастую вот если какие-то вещи да которые надо решиться это но не что-то такое серьезное какое-то кардинальное нечего терять я свободный человек но никто не осудит даже если осудит и и пофиг это же ну попробовать надо понять что это вдруг мне понравится потом когда старый да и не жалею что уже подошел не познакомился не попробовал не сходил не съездил там да если вот так вот рассуждать то ни о чем не жалею все что я сделал я ни капли не жалею да я считаю что я просто вот взять тот же сам да ботаники они же просто зубрилы и двигаются по какой-то линейке задроты да да боятся влево вправо взгляд посмотреть там образом да что-то сделать а вот мы как бы да я про себя говорю шел и просто делал и будь что будет вот как то так получилось а ты знаешь решительный человек настолько насколько он любопытен если у него любопытство перевесит да он пойдет принта пойду попробую это важно любопытство и решительность да это почти синонимы можно даже назвать это вот в этом контексте этого разговора это как синонимы да это почти одно и то же качество если тебя станет на столько любопытно что ты пойдешь это сделаешь то все если нету любопытство внутри то это и не решишься на это кашля это я слышал там это как знаешь секс это скучно я читал вот это но есть такая просто поговорка но они пока не попробуют не помет но все тогда запиздились да мне очень понравился разговор да если есть интересные какие-то темы которые хотите обсудить с нами пишите в комментариях мы будем только рады да второй подкаст тоже да если было скучно или еще что-то то пишите тоже можете хейтить нас но все равно все равно от души меня можете хейтить от души напишите пару слов в ладу да да просто посидели и часто искренне большое за гостеприимство мне понравилось очень крутое стол выглядит очень дорого да потому что мы не понял в момента мангар макс одно макс откинь кюшту дайтом хай 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 пару слов можно сказать пару слов да да этот подкаст может выйдет может не выйдет может мы будем снимать и не будем снимать это можно сабирать последний выпуск может это первый и последний выпуск да мы управляем своими жизнями сами мы свободны